Здравствуйте! В ближайшие минуты вы узнаете, какой новый инструмент добавил Dukascopy, какой новой лицензии обзавелся FX Pro и о том, что индекс Eurostox 50 теперь доступен на Тайване. Dukascopy Group объявила о расширении линейки инструментов, доступных для торговли с новым типом бинарных опционов парными бинарными опционами. Теперь трейдеры могут выбрать любую комбинацию индекс акций из всего перечня биржевых индексов, включая американские, основные европейские и азиатские индексы. Парные опционы действительны в течение одной торговой сессии, как и дневные сессионные опционы. Новый вид инструмента доступен для торговли на демо-счетах, а также в онлайн-режиме через платформу Dukascopy для бинарных опционов. Основной уровень выплаты равен 70%, но может упасть до 50% с поправкой в 5%. Несколькими месяцами ранее Dukascopy запустил более традиционный тип непарных бинарных опционов – дневные сессионные опционы. Они позволяют торговать бинарными опционами на конкретную акцию на основе ценового движения в течение одной сессии. При помощи нового торгового инструмента инвесторы могут следить за тем, как ведет себя отдельная акция по отношению к индексу в течение всей сессии. EFIX Pro, известный поставщик услуг на рынке Форекс в частном и корпоративном сегменте, сообщил о получении статуса лицензированного поставщика финансовых услуг в Южной Африке. Лицензия выдана местным регулирующим органам, управлением по финансовым услугам. Это уже второй разрешительный документ подобного рода портфолио компании. Ранее она осуществляла свою деятельность по лицензии комиссии по ценным бумагам и биржам Республики Кипр. Многие брокеры с лицензией кипрского регулятора не спешат получать лицензии в других странах, полагая, что статус компании, регулируемой в соответствии с нормами и требованиями Евросоюза, им достаточно. Однако ФСБ в этом отношении исключение. Лицензия этого надзорного органа упрощает привлечение местных партнеров и предоставляющих брокеров, которые получили рекомендацию от своего регулятора работать только с компаниями, имеющими местную лицензию. Кроме того, учитывая сложности с обменом южноафриканцев и радных, многие компании открывают региональные офисы и принимают у клиентов деньги в местной валюте. В частности, в FX Pro уверены, что эта лицензия позволит им выйти на новые рынки и расширить свою клиентскую базу. Тайвань обзавелся лицензией на индекс Eurostox 50. Данное лицензирование примечательно тем, что индекс станет базовым активом для пассивного инвестиционного фонда в Тайване. Синопак планирует запустить торговлю новым индексом для институциональных и розничных инвесторов уже в ноябре 2015 года. Eurostox 50 остается одним из наиболее активно торгуемых индексов Stoxx, в особенности среди таких бирж, как Deutsche Börst, которая сообщила об увеличении торговых объемов в сентябре текущего года. Индекс отражает состояние лидеров суперсектора региона, включая 50 акций компаний из 12 стран еврозоны. Синопак функционирует в Тайване как компания по управлению активами. Группа помогает в управлении и распределении розничных и институциональных инвестиционных продуктов, включая паевые инвестиционные фонды и предоставление услуг по доверительному управлению. Это были все новости Форекса на сегодня. С вами была Дарья Владыченко, специально для Dukascopy TV. До завтра!